Прошла весна Все знают, как паркуются блондинки Кроме одной Но вот некоторые неблондинки вполне могут преподать мастер-класс В Корнуолле, Южная Англия, пацаны так грамотно припарковали свое авто прямо на пляже, что его смыло приливом прямо в океан Представляю, с каким облегчением вздохнули в Кремле, когда Турецкая Центральная Избирательная Комиссия подсчитала результаты второго тура президентских выборов Эрдоган «Наше все» победил Наверное, также выдохнули в 2010-м, когда на Украине пришел к власти Южный Курчук Вот так ляпнет какой-нибудь городской голова, словно он Ванга какая И оно на самом деле прилетит Давайте не будем сегодня разбираться в том, что не поддается анализу и ужасу Главное, что все целы А вон крылья Скажем только большое человеческое спасибо московскому мэру Сергею Семеновичу Собянину, что он пророчествами и предсказаниями не занимается Нет-нет, я ни на что не намекаю, но вот какое дело Говорили о возможности нанесения ударов по штабам принятия решения, по центрам принятия решения Разумеется, к этой категории относятся и штаб военной разведки Украины Это, конечно, ни с чем не связано Но рассказывают, что на мемориальной доске ЦРУ, где в честь каждого погибшего агента выгравирована звезда Этих звезд было 139, на днях появилась 140-я Имя героя ЦРУ не раскрывает Если вы, дама, приятная во всех отношениях и если вы следите за своим весом, то лучше пока не летайте самолетами Iron New Zealand Эта компания в июне будет взвешивать пассажиров Вроде как исследования проводить И вроде как взвешивать будут инкогнито, не указывая циферик на табло весов Ха-ха, вот полетит на фестиваль модная блогерша Одни рискуют, а шампанское будут пить совсем другие Евгений Пригожин передал продукцию завода шампанских вин военным Склады завода шампанских вин, все убрано, все почищено Государственное имущество Это вопросы государства А частная собственность, это частная собственность Поэтому я даже не интересовался, кто этого завода владелец Но имеет полное право, во всяком случае, свое шампанское и все остальное получить Да здравствуют неприходящие ценности капитализма Это, конечно, да Но, положа руку на сердце Нет у меня уверенности, что эта шипучая частная собственность Вернется исконным владельцам С чего бы это? Я в министры бы пошел Пусть меня научат В смысле министры иностранных дел И чтоб звали меня Сергей Викторович Ну, кого еще такими плясками встретит гостеприимные бурунги? Пока товарищи-метеорологи, климатологи и прочие погодоведы Разглядывают зарождающиеся Эль-Ниньо Грозящие Европе жарой Во Франции похолодало В смысле накал общественных страстей снизился до уровня умеренного бульканья И брюзжания пикельных жилетов То ли Макрон уболтал соотечественников Антушка, Антушка, пойдем-ка в Каркушку То ли они сговорились жить подольше, не знаю Но слопали французы пенсионную реформу, как миленькие, слопали А шум-то был Я же говорил, что протест – дело тухлое Это демократия граждане Зато резко теплеет в Косово То есть там просто жарко Причем зажигают те, кто тушить социальный пожар по работе обязан Вот так начинался эпизод, закончившийся столкновением сербов с солдатами Кейфор Комментировать тут особенно нечего Итак, видно-слышно, кто первым начал Добавлю, что НАТО решило послать на северо-беспокойного региона еще 700 штыков Срочно в номер Дедушка Джо опять на… упал, в общем Есть в этом смысл? Нет, никакого смысла в этом решительно нет Если не считать хайп смыслом любого публичного выступления Все знают, что дед упал Ну, упал, ну, поднялся Главное, что все знают деда И последний секрет Осенне-зимне-весеннее контрнаступление так и не началось Но вы никому не говорите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!